всем привет ребята с вами виндертон и в этом видео я расскажу вам о том что такое гид и зачем он нужен если вы понятия не имеете что такое гид и зачем он нужен то вкратце эта система контроля версий то есть эта программа которая позволяет вам контролировать разработку вашего софта с точки зрения версий да то есть вы можете контролировать каждое изменение которое происходит в вашей программе если вдруг в какой-то версии происходят какие-то проблемы вы можете без проблем откатиться назад вы скажем если работаете в команде то вы можете контролировать изменения каждого разработчика которые он вносит в проект и делать кучу другого всякого полезного перед тем как использовать гид вам нужно его установить и зависимости от того на какой операционной системе вы сидите установка будет проходить по разному в моем случае я сижу на маке и для того чтобы установить кит на мак вы заходите на сайт который вы видите у себя на экране нажимаете скачать и все дальше по инструкции там ничего сложного если вы на линуксе то вы пишете следующие команды его устанавливаете и если же вы на винде то там чуть сложнее с точки зрения установки там будут предложены некоторые опции но в целом если вы просто установить все без каких-либо изменений то все у вас будет работать шикарно один единственный момент который я хочу упомянуть что на винде вам предложат установить как гид баш то есть терминаловский гид также и джи ваш на версию мы будем пользоваться только терминалом поэтому я вам советую установить только терминал и так после того как вы это установите вы можете использовать гид себя на системе в моем случае я буду показывать вам всю демонстрацию на паре проектов которые у меня есть точнее один проект который у меня есть готовый и другой мы создадим сами когда будем использовать именно удаленные репозиторий и так в моем случае у меня есть папка которая называется hexadecimal clock то есть это наш проект на джаваскрипте который мы делали несколько месяцев назад на самом деле не важно что какой именно проект у вас будет и где вы будете все это учиться делать в моем случае это просто этот проект и так мы заходим внутри этой папки там у нас есть какие-то файлы да само собой и если я напишу гид и нет то есть инициализируя репозиторий гид хаба не гид хаба агита гид хаб это сайт где используется гид вот об этом чуть позже то есть я напишу гид и нет то у нас инициализируется гид репозиторий и с этого момента мы можем использовать все команды кита с этим проектом команд этих куча посмотреть вы можете их если вы напишите гид help обо всех этих командах я расскажу да и в конце этого видео или следующего вы будете знать что делает каждая из них и так после того как вы все установили вы инициализировали гид в каком-то проекте и что же дальше да то есть он написал help видели какие из команды что дальше во первых перед тем как начать пользоваться китом бы должны написать ваше имя и ваш email то есть это имя email будут использоваться в ремотке то есть на том на сайте гид хабида когда вы зарегистрируетесь вы пропишите то же самое после того как вы их указали команды для их создания вы видите на экране то есть как делаете это также как я это не я придумал это конвенция гида то есть после того как вы все это сделали мы с вами можем делать все что угодно но перед тем как продолжить я хочу сказать один важный момент у нас есть три стадии в ги когда мы что-то что-либо делаем связанные с китом у нас есть три статьи то есть 1 стадии это просто модификация файлов да то есть те файлы которые вы создаете те которые модифицируете они добавляются в эту стадию то есть они находятся в ней практически постоянно да то есть она как бы она работает как бы в цикле вот то есть если вы напишите скажем get status то вы увидите все файлы которые находятся в этой стадии сейчас да то есть их три то есть там индекс html и две папки в которых находятся по одному файлу а далее у нас есть 2 стадия которая просто работать как очередь то есть когда вы пишете гид от скажем добавить эти файлы в ту стадию то они просто попадают в очередь оттуда их также можно удалять но об этом чуть позже и у нас также есть третья стадия которая наверное самое важное это стадия комитинга да то есть когда вы что-то комитить это вы создаете некий некоторые лог то есть он создается неявно то есть вы этого не видите но вы можете написать скажем gip l'ok и увидеть все все комиты которые все комиты которые вы сделали у каждого комиты есть какой-то там свой хэш код скажем имя того кто этот комит сделал комит дата и там всякие сообщения которые к этому комит можно прикрепить с помощью комитов как раз-таки происходит всякие там откаты да и в В общем, я надеюсь, что к концу этого видео или следующего вы все это будете знать и уметь. Итак, то есть у нас есть три стадии. Давайте как-то попробуем их применить и с ними разобраться, да? То есть модификация файлов, очередь и коммитинг. То есть у нас сейчас есть те три самых файла, о которых я сказал. Если я напишу git add, то мы их все добавим. То есть как это проверить, мы можем написать git статус или просто git s. Это alias или шорткат для статуса. И перед тем, как использовать любую команду в ките, нам надо писать слово git. Это префикс, который обязательно. Итак, то есть теперь вы видите, что на экране они помечены как... Эти три файла помечены как зеленым цветом, то есть как новый файл. Они добавлены в ту самую очередь, то есть во вторую стадию. Как я сказал, оттуда их можно убирать, но об этом чуть позже. То есть мы можем их как-то закоммитить. Мы можем написать git commit, далее два dashа, точнее dash m. Что означает сообщение, месседж, да. И в кавычках написать какое-то сообщение к этому комменту. Скажем, initial comment, да, то есть первый коммент в нашем проекте. После того, как мы это напечатаем и нажмем enter, то у нас все, что у нас сейчас есть в нашей очереди, все это прикрепится к этому комменту. И будет находиться в третьей стадии, то есть в этом комменте, да. То есть мы можем написать git log и увидеть этот коммент. То есть здесь указан хэш-код этого коммента, как я и говорил. Здесь указано имя автора, кто этот коммент сделал. Дата, когда этот коммент был сделан. И сообщение, которое с этим комментом идет. Двигаемся дальше. Давайте добавим в наш проект еще какой-то файл. Скажем, test.txt. И что вдруг, если вы хотите убрать файл из вашей второй стадии, да, то есть она называется staging area, то у нас есть для этого команда. Мы пишем git rm, 2d, cached и название файла, которое вы хотите убрать. Вот, после этого он оттуда уберется. Также помимо того, чтобы убирать файлы из второй стадии, мы можем убирать их из третьей стадии, то есть из стадии коммитинга. И для того, чтобы убрать оттуда файл, нам сначала нужно его туда закоммитить, то есть мы его добавляем, мы его коммитим. И чтобы его оттуда убрать, мы пишем следующую команду, то есть это git reset, 2d, cached и head с tilde. То есть это команда, чтобы убрать последний коммит. Также можно указать, скажем, git reset, hard и какой-то ID, точнее не ID, а хэш-код коммита, к которому вы хотите вернуться. Вот. Это варианты того, как можно удалять коммита. Далее давайте создадим какой-то репозиторий на гитхабе. Вы заходите на гитхаб, регистрируете там свой аккаунт, там вы указываете тот e-mail, который вы указывали, когда задавали данные гиту в терминале вначале. Создаете какой-то репозиторий, указываете какое-то имя, я скажем, назову git tutorials. Также вам предложат выбрать либо приватный репозиторий, будет либо публичный, приватный на гитхабе только за деньги. И дальше вам предложат создать либо файл git ignore и какую-то лицензию. Но это мы пока делать не будем. После того, как мы все это сделали, у нас будет вот такой вот экран. Тут нам покажут, что можно делать дальше с этим репозиторием. Мы просто заходим в терминал, создаем какую-то папку, также назову ее git tutorial. Мы в нее переходим. Там я инициализирую репозиторий гита. Создам какой-то производный файл, скажем, test.js. Добавлю этот файл, его закаминчу. И, скажем, после этого, как в инструкции на гитхабе, нам скажут, что нужно добавить какой-то ремонт. То есть ремонт это тот, как бы удаленка. То есть это репозиторий, который находится где-то в удаленном месте. В нашем случае на гитхабе. Напишем git remote add. Далее пишем origin, как указано на гитхабе. То есть это просто имя, которое можно будет изменить. Это имя этого ремонта. И указываем адрес нашего репозитория. После этого можем написать git remote dash v. То есть flag v. И тут будет указан тот ремонт, который у нас есть. Скорее всего, в следующем видео я покажу, как использовать SSH вместо HTTPS. Чтобы у нас могло быть несколько ремонтов. И в принципе с HTTPS можно сделать то же самое, но об этом чуть позже. То есть если мы сейчас напишем git push, имя нашего ремонта. То есть это origin и имя ветви, которая у нас только одна, которая называется мастер. То все данные, в нашем случае только один файл test.js, он отправится туда в тот адрес, который мы указали. То есть в тот репозиторий на гитхабе. Чтобы это проверить, мы можем туда зайти, обновить экран. И как вы видите, у нас сейчас в этом репозитории лежит этот файл. Также помимо push'ей мы можем делать pull'ы. Pull' это противоположность push'у. То есть push' он отправляет с локальной машины на удаленную. А pull' качает с удаленной машины на локальную. То есть если мы, скажем, создадим там какой-то файл. Скажем, readme.md. Я ничего туда не буду писать. Пусть все останется так же. То есть у нас сейчас появился на нашей удаленной машине. То есть на серваке гитхаба появился этот файл. И чтобы он появился на нашей локальной машине, мы пишем git pull origin master. То есть сейчас этот файл скачивается и появляется на нашей локальной машине. Это как работает push' и pull. Теперь мы можем, скажем, написать команду fetch, git fetch. Fetch работает так же как и pull, только там есть небольшое отличие. Оно выражается в том, что когда вы пишете pull, вы скачиваете все, что есть на удаленной машине. Точнее с удаленной машины на локальную. Тем самым обновляя все то, что у вас есть на вашей локальной машине. В то время как fetch сделает немножко по-другому. То есть все файлы, которые у вас есть на локальной машине и которые есть на удаленке, он не тронет. То есть он докачает только то, чего у вас нет. А то, что есть, он не тронет. Надеюсь, это понятно. И если вы вдруг что-то не понимаете, то все эти нюансы прояснятся тогда, когда вы начнете работать непосредственно с git. Итак, то есть это git, git push, git pull, git fetch и остальные команды. Если вам, скажем, не нравится имя origin, то вы можете его переименовать, написав следующее git remote rename, имя, которое вы хотите переименовать и имя, на которое вы хотите переименовать. Также помимо всего этого у нас есть так называемые теги в гите. Они нужны для того, чтобы создавать какие-то версии и релизы ваших продуктов. То есть смотрите, как они работают. Если мы сейчас напишем git tag, то у нас никаких тегов пока не создано. И чтобы их создать, нам нужно сделать следующее. Мы пишем git tag, далее такой вот флаг a, мы пишем название этого тега, то есть я напишу v0.1, то есть это как бы версия 0.1 нашего проекта. Вот, далее я нажму enter, нас перебросит в редактор, который у вас по дефолту указан. У меня стоит vim, я не знаю, какое будет у вас, это зависит от вашей системы. И там мы укажем какое-то сообщение, скажем, это первая версия нашего продукта. И после этого, скажем, если мы хотим присвоить какой-то конкретный коммит, то есть какую-то конкретную стадию нашей разработки какой-то версии, да. То есть наша стадия, скажем, будет заключаться в каком-то коммите, да. Берем хэшкод этого коммита, то есть мы можем взять первые 6 цифр. Это основа криптографии вообще. То есть мы берем первые 6 символов, пишем git тег, далее тот же самый flag a, даем ему какое-то другое имя, скажем, версия 0.2, да, и указываем далее этот хэшкод. После того, как мы напишем git тег, то у нас будет уже 2 тега, и также мы можем пушить эти теги в наш ремонт репозиторий, да. То есть мы просто пишем git push, имя нашего ремонта, то есть виндертон, так как мы его переименовали. И далее название тега, да. После этого он запушится, мы можем зайти на наш репозиторий на гитхабе, зайти в графу релизы, и вы увидите, что в этой графе теперь появился наш релиз нашего проекта. Также можно запушить вообще все версии, то есть все теги. Мы можем просто написать git push, виндертон, то есть имя вашего ремонта, и через 2 дэша написать тег. После этого у нас запушатся все наши версии, точнее все теги и а.к.а. версии, которые у нас есть на наш удаленный репозиторий на гитхабе. Также напоследок этого видео я хочу сказать один момент про git clone, то есть вы можете клонировать какие-то репозитории, вообще любые. Скажем, давайте зайдем на какой-то вообще рандомный репозиторий на гитхабе, да, скажем на этот. Я нажму здесь на кнопку clone, как вы видите, мне предложат скопировать адрес этого репозитория в clipboard, то есть я его копирую, захожу в любое место на своем компьютере, куда я хочу скопировать этот проект. Я пишу git, все очень просто, я пишу git clone и адрес этого проекта. Через какое-то время он скопируется, и все, я могу делать с ним все, что хочу, да, то есть, надеюсь, это понятно. Вы будете пользоваться этим часто, как мне кажется. На этом у меня все, то есть это первое видео по гиту и гитхабу. Я надеюсь, вы что-то узнали, если что-то непонятно, то задавайте вопросы и пишите комментарии. В следующем видео я расскажу о ветвях, я расскажу о PSSH, о том, как использовать несколько гитхаб аккаунтов на одной машине, о конфликтах и многом другом. Всем спасибо за просмотр, а с вами был Винтертон и всем пока.